Как ты думаешь, Трамп закончит войну? Удашься ему это сделать или нет, наверное, ты это хотел спросить. Я не знаю, я не могу, конечно, давать такие прогнозы, но то, что он хочет это сделать, и его главным лозунгом его предвыборной кампании было именно это, в этом нет сомнений. И то, что он искренне этого желает, я думаю, в этом тоже сомневаться не приходится. Из этого можно сделать определенные выводы, и для нас тоже, потому что в нашем сопротивлении, в Чеченском, в наших сторонниках свободы, у нас тоже есть такой свой Кац, у нас есть свой Ходорковский, люди из 90-х, то есть люди новые, из нового поколения, недовольные всеми, те, кто считают, что вообще всех нужно критиковать, там очень разные, в этом плане мы очень похожи. Приветствую вас, дорогие друзья, как обычно, сегодня воскресенье, у нас с вами обычный воскресный эфир, и, наверное, буквально свежая и главная на данный момент, на сегодняшний день новость, только что сообщили рейтерс, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары вглубь российской территории, предоставленным США оружием. Это, на самом деле, это очень долгожданное решение, очень давно Украина просила о том, чтобы им дали это разрешение, и вот теперь, перед тем, как уйти из Белого дома, администрация Байдена принимает историческое, очень важное, по сути, решение, которое сейчас, конечно же, очень серьезно поменяет вообще в целом расклад по Украине. Ну и, конечно, это является такой эскалацией. Это, видимо, для меня это, знаете, такая вот, это напоминает последнюю вспышку свечи перед тем, как погаснуть. Она дает обычно такую характерную вспышку. Вот, видимо, администрация Байдена решила дать такую вспышку, так как пришедшая власти новая администрация Дональда Трампа не скрывает, что они не намерены поддерживать эту войну, точнее, поддерживать Украину в этой войне. И они заинтересованы достижением мира, и, ну, по сути, любой ценой. То есть, задачей новой администрации будет, они перед собой ставят задачу посадить за стол переговоров Россию и Украину. И в такой ситуации говорить о том, что им разрешат бить вглубь, конечно, не приходится. И вот, по всей видимости, понимая это, администрация Байдена принимает такое решение. Возможно, невозможно, скорее всего, очень убедительные просьбы со стороны Украины были перед тем, как уйти, чтобы администрация Байдена такое разрешение дала. В общем, такое разрешение получено теперь, начиная с сегодняшней ночи, завтрашнего дня. Будем наблюдать, возможно, будет интересно. Сразу же встает вопрос, какими будут первые цели. Здесь сказано, что ракеты Атак МС способностью бить 300 с лишним километров вглубь России, то есть, эти ракеты уже имеются у Украины, и, скорее всего, они воспользуются именно этими ракетами. И вот с учетом этого радиуса, то есть, возможности бить на 300 километров, интересно, какие цели будут, в первую очередь, поражены в этой зоне на российской территории. Короче, будем наблюдать, друзья, это будет, это теперь новое, новый, можно сказать, этап в этой войне. Я, ну, наверное, ладно, не буду озвучивать какого-то отношения, скажу, что это в целом очень интересно, и за этим будет интересно наблюдать. Как ты думаешь, Трамп закончит войну? Удашься ему это сделать или нет, наверное, ты это хотел спросить. Я не знаю, я не могу, конечно, давать такие прогнозы, но то, что он хочет это сделать, и его главным лозунгом его предвыборной кампании было именно это, в этом нет сомнений. И то, что он искренне этого желает, я думаю, в этом тоже сомневаться не приходится. Он сделает все возможное для того, чтобы эту войну реально закончить без каких-то разговоров победы, выгоды, и для Украины имеется в виду, без каких-то разговоров о справедливости, насколько это справедливо. И вот мне абсолютно его, на мой взгляд, эта тема не волнует. Для него сейчас главное любой ценой закончить эту войну, то есть остановить ее, заморозить по формате, допустим, Корейской войны. Когда вроде бы война и не закончена, они до сих пор находятся в состоянии войны, Южная и Северная Кореи. Но по факту боевых действий нет. Есть немилитаризованная зона, есть постоянное напряжение, но от боевых действий, открытых, их нет. Вот на мой взгляд, Трамп хочет нечто подобное. То есть по линии фронта, не важно, что украинские территории находятся в оккупации, не важно, что ни о каком Крыме, ну все то, что говорили, те цели и задачи, которые до сих пор ставились, озвучивались, что война должна привести к деоккупации всей территории Украины, и в том числе освобождение Крыма. То есть этот вопрос сейчас Трамп даже не ведет, он абсолютно об этом не говорит даже. Он хочет просто, давайте вот линия фронта, какая она есть, ее замораживаем, там войска НАТО или что-то там ставим, типа каких-то миротворцев, делаем некую линию демилитаризованную. И типа замораживаем, пока я вот четыре года буду президентом, а может восемь, он может еще баллотироваться. На период вот этого моего, значит, президентства, я наобещал своим гражданам, я должен выполнять свои обещания, поэтому будьте добры, делайте так, как я хочу. Я думаю, вот такая будет его позиция. Понятно, что для Украины это, конечно, абсолютно невыгодная ситуация. А для Путина это, в принципе, нормально. Мне кажется, Путин сейчас, наоборот, делает все возможное, чтобы побольше территорий захватить до момента начала этих переговоров. Потому что он понимает, что, в принципе, его это устраивает, если Трамп поставит такое условие, как бы будет давить на Украину, чтобы они согласились. А Путина это вполне устраивает, и поэтому он пытается побольше территории захватить. В общем, я понимаю, что для Украины это, конечно, тяжелые 4 года, скорее всего. По крайней мере, потому что сейчас озвучивают новые власти Америки. Отсюда мы, конечно, делаем вывод, что для Украины это будут тяжелые, как минимум, 4 года. Но не исключено, что все может заиграть абсолютно новыми красками. Сегодня в Берлине прошел марш российской оппозиции, организованной Юлией Навальной, Владимиром Карамурзой и Ильей Яшиным. Если кто следит вообще за российской оппозицией, я слежу, потому что это процессы, происходящие в российской оппозиции, они очень похожи на те процессы, которые происходят у нас, в рядах нашего сопротивления. Прямо настолько все откликается. Вот у них в российской оппозиции сейчас очень серьезный такой раскол. Есть КАЦ с одной стороны со своим расследованием против ФБК. Там есть Ходорковский, его друг Невзлин заказал избиение Волкова из ФБК. И в общем, у них конкретные разногласия. И вот в сгар этих разногласий был объявлен этот марш. И поэтому было очень интересно вообще, как он выстрелит этот марш. То есть кто туда придет, кто его поддержит, сколько там людей соберется. И, ну, можно, в принципе, уже декларировать, что он был успешным. Людей там было немало. В принципе, никаких серьезных таких эксцессов, провокаций там не произошло. Единственное, до марша еще были некоторые разговоры об использовании российского триколора. И Яшин даже призвал не использовать этот флаг, так как сегодня под этими знаменами ведется война в Украине. Убиваются украинцы. Но, тем не менее, естественно, сегодня там были немного, но некоторые люди пришли с триколором. И вот тут небольшие такие эксцессы были, но они дальше каких-то припираний словесных дальше не пошли. То есть никакого рукоприкладства, никакого вмешательства полиции там не понадобилось. В целом они, кто-то убрал этот флаг, кто-то остался с этим флагом, прошел. И, в общем, нормально у них там все в итоге прошло. Из этого можно сделать определенный вывод и для нас тоже. Потому что в нашем сопротивлении, в чеченском, в наших сторонниках свободы, у нас тоже есть такой свой кац у нас есть. У нас есть свой Ходорковский. Люди из 90-х, то есть люди новые, из нового поколения, недовольные всеми. Те, кто считают, что вообще всех нужно критиковать. Там очень разные. В этом плане мы очень похожи. Российская оппозиция, ее состав и чеченское сопротивление. В этом плане мы похожи, в плане разногласий, которые имеются внутри наших движений. Поэтому за такими процессами наблюдать всегда интересно. Понятно, что марш в Берлине войну нигде не остановит. Понятно, что Путин не посмотрит на этот марш и не скажет, ух ты, все, там собрались в Берлине несколько тысяч человек, мне теперь надо срочно подавать в отставку. Понятно, что такого не будет, но это некая консолидация, это такая проверка, насколько люди готовы в целом выходить, сколько таких людей, кто из сторонников этого сопротивления, российской оппозиции, кто из них готов оставить, допустим, какие-то разногласия и выступить в общей команде. Кто вообще именно вот эту команду, сколько человек поддерживает. В общем, много таких моментов, из которых можно сделать определенные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok